Приветствую! Ввиду некоторой неопределенности с термином кроманьонцы, решил сделать тематический обзор. Для начала давайте разберемся, кто такие кроманьонцы, ведь в узком смысле это люди, обнаруженные на юго-западе Франции в пещере Кроманьон, а в широком вообще все ископаемые люди современной анатомии, Homo sapiens sapiens. Но мы будем рассматривать кроманьонцев как анатомически современных людей, населявших Европу в Верхнем Палеолите, примерно до 12 000 лет назад. При этом средний и верхний палеолит как раз и разграничивает время по сложности технологий, которая совпадает с заменой неандертальцев человеком разумным и не имеет четких границ. Анатомически современные люди Европы хорошо известны созданием разнообразных художественных произведений, включая пещерную живопись, фигурки Венер, так называемые жезлы начальника, непонятного пока назначения, а также фигурки животных и геометрические узоры. Возможно, они украшали свои тела охрой, татуировками, шрамированием и пирсингом. Они также носили декоративные бусы, для изготовления которых использовались различные материалы, в зависимости от местонахождения и торговых путей. У кроманьонцев встречаются примеры погребальных практик с различными символическими предметами, а также красной охрой. Несколько человек часто хоронили в одной могиле. Можно еще много описывать их особенностей и достижения, однако продолжим. Учитывая, что понятие кроманьонцы довольно размыто, для обозначения популяции удобнее использовать названия образцов их представителей или археологические культуры. Европейский континент заселялся людьми современной анатомии в несколько волн, а останки самых ранних из их представителей были относительно недавно обнаружены в пещере Бачокира, Болгарии. Они датированы от 45 820 до 43 650 лет начальным верхним палеолитам. Кстати, в этот диапазон попадает и возраст у стешимского человека за пределами Европы. Далее по датировкам следуют находки из Пештера Коуаси Румынии возрастом около 39 000 лет и Маркиной горы или Костенки 14 Воронежской области, жившего 37 000 лет назад. Кстати, в сети часто встречаются устаревшие сведения о якобы австраломеланезийских или эквадориальных чертах у человека с Маркиной горы. Однако в предыдущих исследованиях сообщалось, что ни антропологи, ни генетики не обнаружили у данного представителя ни одного признака, который бы указывал на тропические или экваториальные популяции. Наоборот, Костенки 14 обладал вполне себе европейским набором признаков, хотя и с некоторыми архаичными чертами, которые редко встречаются у современных людей. Первые сапиенсы Европы пересекались и скрещивались с более ранними неандертальцами, пока те совсем не вымерли. К примеру, представители румынской стоянки пештера Коуаси имели от 5 до 11% неандертальское ДНК. Два представителя этой стоянки, ОАСИ-1 и ОАСИ-2, хоть отчасти были схожи друг с другом, а также относятся к родственным, но не особо близким популяциям, всё же имеют явное отличие. Так, ОАСИ-1 демонстрирует близость к европейцам ледникового периода и представителю системы пещер Паштера Муьери-Лор, в отличие от образца ОАСИ-2, которые в свою очередь ближе к азиатам и коренным американцам. А следующим из найденных на сегодняшний день человеком, генетически близким ОАСИ-2 после ОАСИ-1, идёт человек из пещеры Тянь-Юань. При этом румынские образцы, как и у стишимский человек, не продемонстрировали близости ни к одной из современных популяций. Так что не все популяции, как ОАСИ-1 и ОАСИ-2, которых можно назвать кроманьонцами, были среди предков современных людей. Ранние сапиенсы Европы были анатомически похожи на современных людей, но с более крупным мозгом и довольно крепким телосложением. Они имели более широкие и короткие лица, чуть более выступающие надбровные дуги, а также более крупные зубы и короткие верхние челюсти. Хотя это и не полный перечень отличий. Ещё и смотря с кем из современных людей сравнивать. По некоторым параметрам, на них похожи некоторые из современных Айна в Японии. Что касается объёма мозга, то для 28 образцов сапиенсов, живших от 190 до 25 тысяч лет назад, он составлял примерно 1478 кубических сантиметров. Однако для 13 кроманьонцев средний объём составил 1514 кубических сантиметров. Это больше, чем 1350 кубических сантиметров у современных людей. Мозг древних европейцев верхнего палеолита, хотя и находится в пределах изменчивости для современных людей, он демонстрирует большую среднюю длину лобной доли и высоту затылочной, хотя и более короткие теменные доли. При этом неясно, могли ли эти особенности привести к каким-либо функциональным различиям между современными людьми и кроманьонцами. Помимо этого, в начале верхнего палеолита до максимума последнего оледенения у ранних обитателей Европы средний рост был около 176,2 сантиметров у мужчин и 162,9 сантиметров у женщин, почти как у постиндустриальных современных северных европейцев. Но к концу верхнего палеолита средний рост и мужчин и женщин снизился почти на 10 сантиметров. Это снижение может быть обусловлено различными факторами, включая снижение доступности питания и сокращение численности популяций. Однако не только в сложении были различия. Стоит учитывать, что все они были темнокожими, темноволосыми и темноглазыми до определенного периода времени. И хотя естественный отбор для более светлой кожи начался довольно рано, после 30 тыс. лет назад, а положительный отбор для генов, связанных с более светлым цветом волос и глаз около 19-11 тыс. лет назад, они стали широко распространены в Европе только к Брунзовому веку. Мутация в гене HERC2, отвечающая за светлые глаза у европейцев, появилась почти одновременно на Кавказе и на территории современной Италии около 13-14 тыс. лет назад. Такое продолжительное время для отбора было потенциально вызвано низкой общей численностью населения и недостаточно интенсивным перемещением, необходимым для такого адаптивного изменения цвета кожи, волос и глаз. Археологические культуры Чтобы различать популяции далекого прошлого, как уже упоминалось выше, удобно использовать археологические культуры. Так, самым ранним признаком миграции современного человека в Европу являются индустрии начального верхнего палеолита, как в пещере Бачокиру, к примеру, в том числе и индустрия Бугунисьон, которая, вероятно, происходит от эмирийской культуры Ближнего Востока среднего палеолита. Кстати, с ближневосточными комплексами также прослеживается сходство и у среднепалеолитической индустрии Карабомовского круга Южной Сибири и Центральной Азии. В раннем периоде верхнего палеолита существовали и другие отличающиеся региональные культуры, как, к примеру, селецкая культура Венгрии, Чехии, Словакии и юго-запада Польши. Эти различия, вероятно, были связаны с притоком в Европу новых мигрантов. Около 45-44 тысяч лет назад по Европе распространилась протоориньякская культура, вероятно, от ближневосточной ахмарской культуры. После четвёртого климатического события Хайнриха около 35-38 тысяч лет назад ориньякская культура быстро вытеснила другие культуры. Эта волна современных людей пришла на смену неандертальцам с их мустьерской культурой и сохранялась около 10 тысяч лет, вплоть до 29 тысяч лет назад. При этом генетические данные указывают на то, что все эти люди между 37 и 14 тысячами лет назад произошли от одной популяции основателя, наследие которой частично дошло и до современных европейцев. Потому как генетическое сходство с современными европейцами и древними образцами начинается от представителя Костёнки-14, жившего 37 тысяч лет назад. А во время периода потепления, произошедшего около 14 тысяч лет назад, в Европе появляется новый ближневосточный генетический компонент. Но вернёмся к более древним европейцам. Ориньякская культура в Западной Европе постепенно была заменена гровецкой, которая относится к поздней перегорской культуре. Предполагается, что её носители мигрировали в Европу с Ближнего Востока. Появление гровецкой культуры совпадает со значительным падением температуры около 29 тысяч лет назад. А упадок приходится на пик похолодания во время последнего ледникового максимума около 21 тысяч лет назад, когда Северная Европа была в значительной степени покрыта льдом. А южная граница ледниковых щитов проходила через Германию и Польшу. Многие участки Европы стали холодными пустынями, с тундрастепью и лесостепями на побережье Средиземного моря. В итоге большая часть Европы стала непригодной для проживания. И возникли две различные культуры с уникальными технологиями, адаптированными к новой среде. Салютрейская в Западной Европе, которая представляла собой совершенно новые технологии, и эпигровецкая от Италии до Восточноевропейской равнины, представители которой адаптировали предыдущие гровецкие технологии, и эти технологии впоследствии сохранялись почти до неолита. Вероятно, это были разные рефугиумы или климатические убежища. Представители салютрейцев освоили зону вечной мерзлоты, в то время как эпигровеццы, похоже придерживались менее суровых условий. Примерно 19 тыс. лет назад льды постепенно начали отступать, и изоляция в рефугиумах прекратилась, а освобождающаяся часть Европы повторно заселялась людьми в погоне за остатками крупной дичи. И после очередных волн потепления, примерно 17-15 тыс. лет назад, развилась Мадленская культура, представители которой создавали одни из самых замысловатых произведений палеолита и даже искусно украшали обычные повседневные предметы. Также появились Азильская, Гамбургская, Крюсвельская, Федермессер и другие региональные культуры и их варианты. В этот период с 14 тыс. лет назад у всех изученных на данный момент древних жителей Европы наблюдаются новые ближневосточные компоненты, что указывает на смешение европейской популяции основателя с мигрантами из Ближнего Востока, генетический кластер Виллабруно. Примечательно, что у представителя каменного убежища в Северной Италии Виллабруно возрастом 14 тыс. лет была определена гаплогруппа Y-хромосомы R1b почти за 9 тыс. лет до миграции степных популяций Ямной. Аналогичная гаплогруппа была определена и у представителей Испании возрастом 7 тыс. лет, по мере того, как Европа повторно заселялась во время климатического оптимума. Стоит отметить, что начиная с мезолита, рамки которого зависят от культуры и варьируются от 15 до 5 тыс. лет назад, термин кроманьонцы уже применять нельзя, если в первоначальном определении использовать привязку к верхнему палеолиту. Итоги. Кроманьонцы, или первые анатомически современные люди Европы, заселяли регион в несколько этапов. При этом не все популяции европейского палеолита оставили следы в современных популяциях, как, к примеру, представители румынской стоянки Пештера Куоасия. А начиная примерно от 37 тыс. лет назад, как образец Костёнки-14, все древние представители Европы имеют общих предков с современными европейцами, являясь потомками одной популяции основателя. При этом до кластера Вилла Бруна, около 14 тыс. лет назад, нет никаких свидетельств генетического притока откуда-то еще. Однако, если сходство фигурок Венер Европы и Прибайкалья не случайно, то оно отражает скорее распространение идей, чем движение людей. Недавний морфометрический анализ черепов также не выявил значительных различий между людьми раннего и среднего этапов верхнего палеолита, подтверждая предыдущие генетические и остеометрические исследования. Например, фенетическое сходство между образцами Костёнки-14 и Сунгирь-1, которые отличаются по сопутствующему инструментальному комплексу, согласуется с недавними геномными результатами, показывающими генетическую близость между ними и образцами из кластера Вестаницы до последнего ледникового максимума, ассоциированного с гравецкой культурой. Представителем еще одной ветви ранних анатомически современных людей Европы из популяции основателя является образец, обнаруженный в бельгийской пещере Гойе, возрастом 35 тыс. лет. Этот образец, хронологически ассоциированный с ореньякской культурой, принадлежал к популяции, которая внесла свой вклад в популяцию кластера Эль-Мирон, представители которой жили 19 тыс. лет назад с началом оттепели и ассоциированы с мадленской культурой. А их появление, возможно, связано с началом повторного заселения Европы из юго-западных европейских рефугиумов. А начиная с Бёлен-Холлерёдского потепления около 14 тыс. лет назад, в Европе появляется новый генетический компонент, связанный с Ближним Востоком, что археологически коррелируются с культурными переходами в эпигравецкой культуре на юге Европы и переходом от мадленской козильской культуре в Западной Европе. Таким образом, появление кластера Виллабруна может отражать движение населения в конце ледникового периода, что также согласуется с генетическими и новыми антропологическими данными. Образцы позднего этапа верхнего палеолита в среднем демонстрируют менее выступающее лицо, меньшую минимальную фронтальную ширину и размеры носа, а также некоторые другие отличия. Результаты трёхмерной геометрической морфометрии и генетики предполагают, что популяции Пиренейского полуострова и юго-западной Франции, вероятно, были частично заменены или смешаны с группами, происходящими из рефугиума в Южной Италии. А это подтверждает идею о том, что группы людей позднего этапа верхнего палеолита происходят из разных европейских рефугиумов или климатических убежищ. Наследие кроманьонцев Можно сказать, что западноевропейские охотники-собиратели представляют собой остаток первоначальной популяции кроманьонцев после последнего ледникового максимума, когда они повторно заселили Европу. Мезолитические западноевропейские охотники-собиратели внесли свой вклад в генофонд современных европейцев, наряду с ранними европейскими земледельцами и древними северными евразийцами. Древние северные евразийцы, как представители стоянок Мальта и Афонтова гора, разделились с предками европейской популяции основателя до 37000 лет назад. Геномные исследования указывают на то, что компонент древних северных евразийцев попал в Западную Европу благодаря скотоводам ямной культуры в раннем бронзовом веке около 5000 лет назад. Однако древняя североевразийская родословная частично присутствовала в Европе ещё до ямной культуры, благодаря взаимодействию с восточными охотниками-собирателями, что в свою очередь привело к появлению профиля скандинавских охотников и собирателей. Ближневосточные неолитические земледельцы, которые отделились от европейских охотников-собирателей около 40000 лет назад, начали расселяться по Европе около 8000 лет назад, положив начало эпохи неолита с ранними европейскими земледельцами. И вклад в геномы современных популяций составил от 30% в районах Балтийского моря до 90% у средиземноморских популяций. А я благодарю, что досмотрели до конца, надеюсь, что многое было понятно. Хотя это довольно крупная тема и о ней можно рассказывать ещё долго. Но мы к этому периоду ещё неоднократно вернёмся. А всем удачи и до новых выпусков. Продолжение следует...